В 1993 году на базе Поморского государственного педагогического университета открылось юридическое отделение, целью которого стала подготовка кадров для экономических и правовых структур Архангельской области, способных в новых условиях рынка отвечать вызовам 90-х. Все начиналось, конечно, с Владимира Николаевича Булатова, ректора тогда еще педагогического, потом международного университета, потом Поморского государственного университета, у которого была идея реорганизовать вуз из педагогического института, проще говоря, превратить его в классический университет. В условиях быстроменяющейся реальности все понимали, что совершенствование и развитие сферы образования является острой необходимостью во всех направлениях экономики. В том числе и юридические кадры были необходимы судебной системе, правоохранительным органам, органам законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и всем сферам бизнеса кадровый голод ощущался везде. Я в то время работала в Архангельском лесотехническом институте, только что закончила дневную аспирантуру и была первой женщиной кандидатом юридических наук в Архангельской области. Основная часть работы, связанная с согласованиями, лицензиями, учебными планами и в целом по созданию юридического факультета, легла на плечи молодых специалистов. К 1 сентября 1993 года на дневное отделение было принято 60 человек и сразу возникла необходимость обучать заочно на базе высшего образования конверсионников, к которым примкнули желающие учиться на платной основе. Таким образом, в первый же год появилось сразу два отделения, оказавшиеся спасательным кругом для желающих состояться в профессии. До этого за год, может быть, я решила, что я хочу быть юристом, но планировала поступать в Ленинградский государственный университет. Тут такое счастье открылось в виде юридического факультета у нас в Архангельске, и поэтому это было однозначное решение поступать именно сюда. Собственное здание у факультета появилось не сразу. Мы, если бы в Викторе не дошли даже до Балакшина, который в то время был губернатором, он нам посоветовал, говорит, есть такое здание учебно-конституционного пункта у строителей, на Урицкого, 68. Сперва в это здание въехали на правах арендаторов. Затем получили на Баланс, но и этих помещений стало не хватать. С каждым новым набором факультет разрастался. Шли только вперед, работали со студентами, подбирали кадры, решали вопрос помещения, аудиторного фонда. В 1996 году Северное морское пароходство, задолго до этого взявшее шефство над факультетом, передало Поморскому международному педагогическому университету здание по адресу Ломоносова, 58, исключительно для нужд юридического факультета. В то время многое зависело от спонсоров, которые вошли в попечительский совет факультета. Это представители всех правоохранительных и судебных структур Архангельской области, а также ведущих предприятий региона. Именно они были заинтересованы в квалифицированных и адаптированных кадрах для своих организаций. В педагогических кадрах нуждался и сам факультет. За кафедры встали руководители юридических отделов крупных предприятий. Преподавать приезжали профессионалы из других городов. Постепенно проблема решалась за счет практиков, вышедших в отставку, и собственных выпускников. В 16 лет я проработал в федеральном суде. И последняя моя должность заместителя, председателя Архангельского областного суда. То есть, в общем-то, здесь на сегодня я в определенной степени свой жизненный опыт и тоже студентам, так сказать, передаю. Когда меня пригласили в арбитражный суд Архангельской области, мне пришлось отсюда с постоянной работой уйти. Но вот до сих пор, уже порядка 15 лет, я работаю по совместительству преподавателем гражданского права. А в настоящее время юридический институт является центром университетского юридического образования и правовой науки в регионе. Первоначально факультет стартовал с одной кафедры, это была кафедра теории, историка, старца и права, первая кафедра нашего института. Яснею ваши профессиональные правила. Вы оказали, протокол зачитали, и какие у вас с ними отношения. Да, это мои хорошие знакомые. Сегодня в структуре института семь кафедр, правовой центр, юридическая клиника, криминалистическая лаборатория, компьютерные классы и зал судебных заседаний. Институт располагает лучшие в области, специализированной юридической библиотекой и электронным читальным залом. Конкурировать придется с иностранными юридическими фирмами, с иностранными консультантами. Только российский рынок, который сможет дать качественный отпор такому засилию, как экспансия, иностранных юридических фирм позволят нам, наверное, выживать все вместе. Для студентов в институте проводятся криминалистические чтения Олимпиада по уголовному праву и процессу, КВН-криминал-шоу, брейн-ринги по судебной деятельности. Эти мероприятия дают возможность развить и проявить свой творческий потенциал. Также на базе юридического института САФУ активно работает студенческое научное общество. Оно объединяет всех желающих заниматься научными исследованиями, как в России, так и за рубежом. Наши функции основные – это помочь студентам, которые желают этим заниматься, в каких-то организационных моментах подсказать, какие сейчас проводятся конкурсы, конференции, как к ним подготовиться, и как написать, допустим, заявку на конференцию или доклад, как составить конкурсную работу. Более 15 лет назад на базе факультета была открыта юридическая клиника – одна из первых в России. Цель клиники – не только бесплатное консультирование населения, но и разносторонняя практика для будущих юристов. В рамках программы «Реальный клиент» студенты у нас ведут консультации граждан по вопросам семейного, гражданского, трудового права, пенсионного законодательства. Профессия юриста остается одной из самых востребованных в большинстве стран мира, в том числе и в России. Это очень обстоятельная, ответственная и по своей природе глубоко гуманная профессия. Законы должны быть справедливыми. Право – это есть справедливость, и поэтому желаешь, что в своей будущей работе, уважаемые юристы, работать как надо – решать вопросы по справедливости. Это очень интересная, важная, нужная специальность, которая каждый день заставляет анализировать, обдумывать ситуацию, что-то придумывать новое. Это на самом деле очень творческая специальность. Сегодня выпускники института – это судьи, главы районов, депутаты, представители прокуратуры и следственных комитетов различного уровня, владельцы крупных юридических фирм и известные адвокаты. Субтитры создавал DimaTorzok